В марте 2015 году мы известной художницей Салтанат Ташимовой, как гражданские активисты по спасению и сохранению Кок-Жайлау от Алматы от застройки горнолыжным курортом, стали инициаторами просьбы привести Камлане. К счастью, духи дали добро. Искренне благодарим вас за помощь, уважаемый Карол Тулжевич. Скоро стало известно, что строительство приостановлено. Сейчас снова пытаются взяться за старое, несмотря на обещание защиты. Думаю, такие колебания еще будут идти некоторое время и закончатся. Это изначально уровень хранителей. Требуется время. Когда проводили Камлане, произошел один мистический случай. В Царатове у дома и в округе кружило огромное количество воронов. Мой тотем. Через день я узнал, что вы проводили обряд примерно в этом же время. Я узнал через видеообращение. С обыденной точки зрения это не поддается логическому объяснению. Однако это было и все произошло параллельно. Энергия миров чувствовалась независимо от территорий. Сейчас в некоторых регионах ведется война с заповедниками, памятниками, местом, где живут люди. Ведь в конечном итоге нет никакого разделения, уничтожая природу. Человек уничтожает самого себя. Если не сохраняет рукодворное наследие, отстет память поколений. Как можно это исправить, учитывая и то, что есть построение силы, которые этому препятствуют? Ну вот. Кок золяю, это Казахстан. Это уникальная природа, местность. Если лишиться казахстанца, как золяю, если оскворнится эта земля, и там деревья, там травы, там речки, значит, Казахстан люди будут тащать очень вредным воздухом. Они будут пить очень ядовитой водой. Поэтому я провел обряд по просьбам там жителей не только Казахстана, а и других местностей, которые этот Гаузеляй горько знает. Я провел обряд, что не трогали это место. Через духов моих Туву, родной Туву, и через духов Казахстана, которые тоже наши предки когда-то были там, вот, тюркских народов. Вот, через Городеш, через Денгри я запретил это дело. Поэтому там где-то там в Саратове, там где-то там грузились вороны. Это вороны, это которые нападали тех людей, которые вот инициативу убрать, как я жаляю, и делать там какое-то там сооружение. Там копать, там все, взрывать, там это все. Это сопротивлялись. Даже живая природа это есть петлица ворона. Ворон это шаманская петлица. И поэтому я, конечно, помог. Бескоростно помог им. По просьбе есть. Но преть, если такие заповедные места будут нарушать и хотят убрать, хотят мусорить, я буду помогать тем людям, которые будут просить меня. А вот памятники, рукотворные работы, которые сделаны люди, например, вот это Сирия, Пальмира, древних, древних, это 70-й древности. Очень печально, конечно. Вот когда Пальмир разрешали, мне заказ не было. Никто не обращался мне, чтобы остановить это разрешение. А как жаляю, когда хотели разрешать, мне заказали, что я обращал защиту этого жаляю. А вот памятники, ну, конечно, каменные, там, всякие, сделанные, деревянные, тотемы, там, всякие. Ну, это варварское настроение, это религии. Это все религии. Та же восемнадцатого, там, какие друг другу противостоят много. Вот. Ну, все верят на Аллаха, но у них этот, как говорится, направление разное. Это разная религия. Это просто ненависть в людей. Это и нацизм. За какой-то религии, там, это, за различие какой-то религии, людей не стоять. Это разве религия? Нет. Это не религия. Это есть национализм. национализм. Так что, если чуть такой попытки, надо, ко мне надо обращаться и просить помощи. Я всегда помогу. с что выжить, что выжить, что выжить. национализм. национализм. национализм.